Люблю слово «темпо-ритм». Теперь вспомните себя в 13 лет. Умищи-то куда девать? Не валяйте дурака. К сожалению, так. Это, конечно, смешно, если быть в контексте. Привет! Вообще, чтобы понять, насколько все тронулись умом, поверьте, я знаю более крепкие выражения, я служил прапорщиком. Достаточно вникнуть в ситуацию вокруг сериала «Слово пацана». Меня зовут Андрей Цветков. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, но после просмотра этого видео. Российский социум разделился на две половины, и все хотят выглядеть очень умными и справедливыми. Жаль, не выглядят. Одна часть утверждает, что фильм как раз о том, как мир криминала плох и опасен, сколько он горе несет, сколько несчастья. Спорить тут не с чем, но я, конечно, поспорю. Есть такое произведение «Война и мир». Это сложное, многогранное произведение со сложными героями, ситуациями, отношениями, с рефлексией и размышлениями на разные темы. Теперь вспомните себя в 13 лет, когда вы читали это великое произведение. Мальчиков интересовал исключительно экшен, бой, девочек балы и платья. Несчастье войны не интересовали никого. Подумаешь, кому-то там ногу оторвало или ядром убило. Так же и с сериалом. Никто из подростков не оценит несчастье матерей и героев, не пожалеет самих героев. Все эти слюни и сопты для людей постарше. А пацанва ухватит классное, яркое, динамичное, героическое. Чушпаны, пацаны, улица. Вот это все. Ну и геройство, конечно. Да-да, ребята, фильм построен на героизме. Тут наши борются с не нашими, как ни крути. И банда Суворова хорошо звучит. Это наши, а все остальные группировки не наши. И поэтому герои и окружены ореолом романтики. Они защищают справедливость. Справедливость, как они ее понимают. Но это детали их все пропустят. Именно поэтому этот сериал прямо рекламирует жизнь по криминальным законам и зазывает быть частью этого бандитского социума. К сожалению, так. Не валяйте дурака, защищая его. Но есть и вторая сторона. Другая часть нашего замечательного социума. Это люди, которые признают криминальную агитацию. И после этого, стараясь не детализировать, обвиняют чуть ли не во всех бедах России лично Жору Крыжовникова. Это же он посадил миллионы в тюрьмы и лагеря. Это он творил и творит беззаконие. Тем самым повышая запрос на справедливость через криминальные разборки. Это он уничтожал нравственность, просто растаптывая ее телепередачами типа «Большая стирка». Это он внедрял повсюду блатную романтику через песни, которые крутятся везде и фильмы. Часовню тоже я развалил. Нравственность у нас на ноле. Воспитывать ее дело непростое и надо начинать с самого начала. Не плевать на тротуар, быть вежливым, уступать вместо старшим. Виноват ли Крыжовников? Если и виноват, то не один, а вместе со всеми. Всеми, кто работал на ТВ и в кино, и врал, и разлагал. Кто учил детей врать. В школе не учат врать, в институте, на работе, везде. Основа нашей нравственности, как мы ее понимаем, вранье и лицемерие. Виноваты вообще все, в разных пропорциях. Хотите найти виноватого? Посмотрите в зеркало. Про фильм. Меня всегда поражало то, каким образом провидение выбирает, что будет популярным, а что нет. Слово пацана – типичный фильм Крыжовникова. Режиссер отлично работает внутри эпизода. Они у него быстрые, динамичные. Все здорово со внутренним ритмом этого самого эпизода. Люблю слово «темпо-ритм». Однако довольно слабая работа с персонажами, и со временем, и с общим движением повествования. Вот про время. Вам не казалось во время просмотра, если вы, конечно, смотрели, что когда внутри фильма, естественно, внутри фильма, прошло уже пару недель, оказывается, что прошла всего пара часов. Я постоянно жил с этим ощущением. Герои как-то пропадают на какие-то куски фильма, потом опять появляются. Вот этой ритмичности мне как бы не доставало. Но это вопрос исключительно интуитивного восприятия. Персонажи скупы и заморожены в масках. Все очень крутые. Раздувают ноздри, как лошадь на морозе. Вообще сыграть круто сможет и моя дачная лопата. Тут много таланта не нужно. Иван Менковский продолжил свою невероятную линейку актерских работ. Крутые ребята у него получаются все круче. Как с той композицией Франца Листа в произведении Ильфа и Петрова. Надеюсь дальше будет еще круче, а потом еще и еще. Зубы на нас точат. Вообще ярчайшие звезды молодого поколения, ну уже наверное не самого молодого, но все же Петров и Янковский затерли свою харизму до дыр. Боюсь, скоро придется по-настоящему играть. Размотало внутренне. Герой на протяжении фильма не меняется, кроме конечно главного героя. А некоторые, если и меняются, то на такой скорости, что ты сразу веришь в магическое слово монтаж. Прошу тебя, сделай монтаж. Жердяй, например, извините мою некорректность, но я не знаю как по-другому обозначить этого персонажа. В первых сценах выглядит абсолютной жертвой. В третьей появляется уже как акула Рэкета. Как? Почему? Почему ему подчиняются две громилы? Непонятно. Иногда герои маски сбрасывают, делают что-то не характерное их персонажам, а потом без предупреждения надевают их обратно. Например, эпизод с изнасилованной девочкой. Суворов очень бережно с ней обращается, дает ей свою одежду, называет ее сестрой. В моем мире подразумевается, что десантник, разведчик, афганец, такими словами не разбрасывается. Но потом он сливает ее в утиль. Возможно, герои так и поступают, мне-то откуда знать, я не герой. Честно говоря, ненавижу сюжеты с изнасилованиями. Мне кажется, они отвратительными. Просто вот ненавижу и все. Насильников, конечно, тоже. Но главное, что, как мне кажется, попытались, ну, по-моему, не смогли вывести авторы, что путь бандита, он безнадежен и приведет вас в могилу. Формально они это показали, но это не сработает. Вспомните фильмы про войну. Героическая смерть заставляет, агитирует повторить путь героя. Здесь примерно то же самое. Я знаю, конечно, как надо было сделать. Ну, что можно сделать с тем, что я самый умный? Как говорилось в том анекдоте, умищи-то куда девать. Сериал нужно было строить по принципу Игры Престолов. То есть зритель влюбляется в героя, а потом его убивают и выводит на сцену нового героя и снова убивают. Прямо на смерть. А то как же? Тогда этот зритель, особенно молодой и, как правило, бестолковый, проникся бы этим. А так, одним кадром показали, что все они погибли. Ну да, Александр Матросов тоже погиб, однако он остается героем для целых поколений. Никто не скажет, что он отдал жизнь напрасно. А ведь авторы, я надеюсь, хотели показать именно это. Живите, а бандитский путь – это смерть. Лично в моей жизни все, кто пошел по этой стезе, мертвы. Кроме одного человека, он сидит на пожизненном. Рассмешила фраза о том, что полиция ищет Суворова. Это, конечно, смешно, если быть в контексте. Отдельно хочется сказать о художественной слабости вообще всего киноцеха. Очень легко делать крутые фильмы про крутых чуваков. Надул ноздри, разбрызгал кровь, зачморил кого-то и делал в шляпе. Но мне кажется, о художественности говорит умение показать сложного героя. Основываясь не на кулаках, а на силе духа, умея, интеллекте. А этого пока катастрофически не хватает. По правде сказать, не хватает – это не то слово. Не хватает – это когда есть, но мало. А мне кажется, таких фильмов нет вовсе. Но, может быть, даже я очень на это надеюсь. Я ошибаюсь. Вот пока все. Я посмотрел только шесть серий. Но не думаю, что принципиально что-то изменится. Во всяком случае, в общественном дискурсе. Но, как пишут в комментариях, дополню отзыв позже. Скоро, кстати, расскажу про Наполеона. Тот еще полководец, оказывается. Не забывайте бусти, чтобы я ел. Вон на все шутки мафиози, чтобы я так жил. Телеграм, подписка, лайк, репост. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok